Но мы можем считывать информационное поле не начиная с головы, а начиная с поджелудочной. И если мы начинаем считывать это поле, начиная с поджелудочной железы, то есть мы сначала видим мир такой, какой он есть, безоценочно. Опять же возвращаемся к этому. И только после этого мы можем давать из поджелудочной сигнал обратно. Какое упражнение очень хорошее просто на физике? Сейчас я вам покажу штучку такую. Они, я уже вам показывала в марафоне, они есть и на Вейлберис, и, наверное, в спортивных магазинах, они есть разного размера. Но мне кажется, для девочек такая вот она, я не знаю, как вот с ладошкой, для девочек, для мальчиков, в принципе, больше особо не нужно. Что нужно делать? Вот просто вот сюда вот кладете ее, под голову, да? Вот. И хотя бы, хотя бы полежать минут 10-15 перед сном. Что это дает? А лучше вообще покатать ее. Вообще, если получается, например, там по стеночке поездили, да? Немножечко покатали, насколько вы сможете покатать. Что это дает? Как раз вот эта вот самая большая у нас вена. Когда мы туда отправляем сигнал, то у нас в первую очередь задействованы как раз гипоталамус. Когда мы туда кровоток запускаем под нашу коробочку, первым действием начинает задействоваться гипоталамус. Когда задействуется гипоталамус, латеральное ядро, оно омывается кровью. И вот в эти моменты, когда вы находитесь вот с этой штучкой, вы можете себе еще помимо того, что вы физиологически раскручиваете, чтобы у вас не было вот этого как раз микроинсульта центра насыщения, чтобы вы могли контролировать, спокойно абсолютно контролировать свое пищевое поведение. Вот это вы делаете физически, и в тот же момент вы можете, пока это делать, вы можете просто себя прогонять по тем ступенькам. А как я себя чувствую, когда я… То есть не задавайте вы себе вопросы, как я себя чувствую без еды. С едой, без еды, какое бы вы слово ни говорили про еду, у вас все время будет выходить ассоциация еда. А вы должны как бы запустить в себе новые картинки, новые картинки, например, как вы ходите по горам, как вы плаваете. То есть те моменты, которые вам приносят удовольствие вне еды. Но слово еда не проговариваем. И тогда вы эту картинку как бы вместе с кровотоком, получается, отправляете прям в себе в латеральное ядро, которое подхватывает нейронные связи. И они прям выстраиваются из нейронных связей, выстраиваются новые дорожки.